Ну что, господа, бухать будем или не будем бухать? Это я вам задаю вопрос в преддверии замечательного Нового Года, а также после него. Я не совсем понимаю эти 10 дней, когда люди в коматозном состоянии, а вот таком, за рюмкой водки тянутся. Мальчишки и девчонки, а лучше их родители. Дело в том, что постоянное употребление алкоголя ни к чему хорошему не придут. Вот, мало того, я точно знаю, что это не есть хорошо. Представляете, утром встаете, жмели гудуть, вам что-то хочется туда закинуть. А делать-то этого не надо, потому как в день закинули, а следующего дня-то и не будет. И может быть, именно в год 2014 мы с вами встретим как год без алкоголя, потому что это не есть правильно. А если это не есть правильно, то где же проще полечиться? Я это место знаю очень хорошо, Карломарк 182, здесь замечательное отделение Челнбанка, который очень хорошо со мной работать собирается, по крайней мере, это единственное подразделение. И вот сбоку пристройка есть, медицинский центр, где вы можете либо закодироваться, либо с вас снимут это дивное состояние похмелья. А может быть, и это делать-то и не надо, просто закодироваться. Я сейчас знаю людей, которые просто кодируются, я прекрасно к ним отношусь, потому что понимаю, что к кодировке относятся все. И нет человека, который бы без кодировки прошелся, потому что, ну, знаю такую штучку, понимаете. Поэтому проще закодировались и получайте максимум настроения в новый суперзамечательный год. А почему я так говорю? Да потому что я понял. Жизнь без алкоголя. И вы поймете, куда надо ехать. Для тех, кто не знает адрес Карла Маркса 182, то это сюда. И малая информация для тех, кто без алкоголя не может заснуть. Самый простой вариант. Вы без стакана не можете вырубиться? Не получается? Ну, потерпите три дня и уж поверьте мне, на день четвертый вас не разбудите даже артиллерией. А что, без алкоголя вам не расслабиться? А может вообще не напрягаться, и тогда жизнь станет в разы краше? Танцы-шманцы, они и без алкоголя делаются легко. И тут, конечно, надо понимать, что это получится не с первого раза. Но для тех, кто будет общаться, из собственного опыта проведения банкетов, трезвый оператор, ведущий, в оконцовке буквально окружен вниманием дам. До этого доехать сложно. И для этого мне потребовался сын. Но так оно и есть. Я вам не говорю о том, что и шашлыки, и природа, да и рыбалка, и это в радость. Ну, а если сил-то нет, то тогда нормальная кодировка. В нормальном центре, с нормальными людьми, кои получили должное образование в наркологической клинике. Конечно, вы должны понимать, что спецов с капельницей много, они пиарятся везде и всюду. Да и я вам могу объяснить, как раскапаться после бухла. Но тут-то стоит понимать уже вам, кого я правильно пиарю и делать это буду в дальнейшем. Желательно, конечно, если, опять же, пациент только желает закодироваться, но основные принципы терапии – это все-таки добровольное желание пациента. И мы подходим, конечно, с максимальной индивидуальностью. Поэтому работаем мы по методу Довженко. Значит, вводим препарат, который дает отвращение к алкоголю. Настраиваем его на трезвый образ жизни. И в течение периода кодировочки мы как бы его корректируем. Значит, можем назначить и сенсибилизирующее лечение. Значит, если у человека есть какие-то изменения с нарушением сна, то, соответственно, значит, будет последующее какое-то лечение еще дополнительно. Значит, в течение года пациент находится, будем говорить, с нами в тесном контакте. Один на один он не остается в этот период. Поверьте мне, все кодируются. И нет ни одного человека, который бы не кодировался. Я вам точно об этом говорю. И все депутаты также кодировались. И это абсолютно нормальное явление. Потому как невозможно в таком количестве употреблять это долбанное алкогольное опьянение. Понимаете? Нет, это нехорошо. Кодируются не только россияне, кодируются и китайцы, кодируются и турки, кодируются. Да все кодируются. Потому что рано или поздно такое случается, когда вы не в состоянии справиться с алкоголем. Я честно даже очень хорошо отношусь к тем, кто кодируется. Потому что я человек уже и не пьющий, и честно говоря вообще не понимаю, что такое вот это было в то время, когда я этот алкоголь употреблял в огромных количествах. Просто не понимаю теперь уже. То есть, ребята, вопрос кодировки решается здесь, на Karl Marx 182. Пришли, закодировались и получили супер-мега удовольствие. Продолжение следует...